На полигоне Бреске было громко. С периодичностью в минуты звучали взрывы. Учебная. Здесь прошел сбор сотрудников территориальных подразделений Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. Порядка 40 человек, экспертов и представителей других ведомств, работающих на происшествия криминального характера, пригласили на теоретические и практические занятия. Этот сбор задел на будущее. Сегодня на Брещене экспертизы такого рода не проводятся, но в перспективе. В ближайших лет планируются. Целью нашего проводимого учебно-методического сбора как раз и является усвоение полученных теоретических знаний, практическая отработка навыков, умений работы специалистов на местах происшествий, связанных со взрывами криминального характера. На данном сборе были задействованы и привлечены специалисты, эксперты всех территориальных подразделений Государственного комитета Брестской области, а также коллеги, сотрудники правоохранительных органов Бреста и Брестской области, которые, как правило, будут задействованы в случае таких происшествий в составе следствия оперативных групп, ну и институционных штабов по координации расследования данных происшествий. От теории к практике. Было сакцентировано внимание на действия специалистов экспертного ведомства при осмотрах мест происшествий по фактам взрыва. Эксперты должны понимать, что произошло и как. Какой характер происшествия? Криминальный или это взрыв по неосторожному обращению с найденными боеприпасами времен войны? У нас сейчас неспокойное время. Много экспертиз приходит именно связанных с изъятием незаконного оборота взрывчатых веществ, взрывных устройств. Поэтому эксперты, выезжая на осмотр места происшествия, должны понимать вообще, что происходит в данной ситуации. Они должны научиться правильно писать протокол осмотра места происшествия. Сегодня мы отработаем, повзрываем, они наглядно увидят все это, попробуют описать обстановку, описать воронку, посмотреть, оценить, замерить. И это им практическая помощь, скажем так, в дальнейших осмотрах места происшествия. Квалифицированные специалисты рассказали о специфических особенностях разных взрывов, а также о том, какие повреждения наносит ударная волна. Были смоделированы ситуации подрыва зарядов разной мощности от 200 граммов до 10 килограммов тротила. Участники семинара смогли изучить очаг взрыва, характерные для него разрушения, деформированные предметы, воронки, а также составить картину рядом с местом взрыва. Важно сработать превентивно, то есть сначала быть готовым, а потом уже по факту действительно реагировать и оперативно реагировать на те ситуации, на те происшествия, которые могут быть. Поэтому мы всецело будем готовы и сможем обеспечить безопасность нашей страны. Лариса Осмолович, Андрей Щерба, Юрий Римантович, Новости Бреста.